Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ACM под номером 35660. Тут указано название у нас по-английски Battle of Marne 1914. Данная модель, она, скажем так, посвящена, или не знаю, как это более правильно назвать, в общем, это посвящено битве при Марне. В сентябре 1914 года французская армия, французские войска одержали победу под Марне, под битву о реке Марне, более правильно сказать, только благодаря тому, что 1300 автомобилей, автомобили данной модификации, перевезли около 6000 французских солдат к реке Марне. Тем самым, данный автомобиль получил прозвище Марне. Вообще, это автомобиль всем известный модель. Это у нас, получается, насколько я знаю, производитель Рано, но больше он стал известен именно по данной битве. Битва у реки Марне. Ну, теперь непосредственно про нашу модель. Что хочу сказать, данная модель, она получилась путем слияния двух моделей компании A7. Это новинки. Вот такой у нас, получается, миниатюра французские войска при Оу-Марне, 14-й год. И, кстати, тут у нас есть сам непосредственно водитель и путем слияния французского автомобиля такси де Ла-Марне. Если что-то, конечно, по-французски плохо произнес, простите меня, не кидайте тапками. Данная модель, она уже давно производится, зарекомендовалась я хорошо. Много видел собранных моделей готовых, поэтому модель мне очень понравилась. В планах, конечно, есть сборки, времени нет, но планов много. Думаю, она вам очень понравится. Вот, и путем слияния двух вот этих моделей компания A7 выпускает данную модель. Скажите, зачем, зачем? Ну, как это очень просто. Кто-то, зачем покупать две коробки, кто-то купил одну, все готово, пожалуйста. Есть любители и автомобили, и миниатюры, все. Вам уже все готово, все упаковано, купили, собрали и радовались. Кто-то, конечно, любит миниатюру, пожалуйста, есть отдельно, кто-то автомобиль, есть отдельно. Но такие слияния, они очень необходимы, поэтому упрощают жизнь и магазинам, и покупателям, и всем. Ну, теперь непосредственно давайте к нашей модели. Обзор на модели у нас есть на канале, вы можете посмотреть ниже, но я сделаю обзор уже непосредственно в данной новинке. Ну, что у нас тут, как всегда, красивый красочный болсат, коробка с плотной картоном, и тут у нас пакет с лепатами, и еще один пакет с лепатами, это у нас миниатюра. Далее у нас тут идет инструкция, точнее две инструкции, и декали. Так, сейчас я переберу, чтобы не мешалось. Хорошо, обзор с декалями, покажу их вам более подробно. Вот они, вот они, декали хорошие, качественные, произведены на новой бумаге, переводятся очень хорошо, и вообще никаких с ними не возникает. Далее, давайте про инструкции, мы начнем с простого. О, здесь у нас даже три набора, а я этого и не знал. Вот тут у нас получается французское оружие и снаряжение, шикарный, вообще класс. Далее, французская пехота на марше, и получается набор марвенцовое такси. Ну, для детей мы с вами сейчас посмотрим, более, конечно, подробно. Порадовался еще, что у нас здесь есть набор вооружения. Это очень интересно. Давайте сначала посмотрим простые инструкции, то есть вот, давайте поближе. Номера в палитре правил Томея, как всегда, у ICM. Это очень хорошо, удобно, так как сам у нас популярный на краске. Это Томея, ну, это, по-моему, личному мнению. Никому, к своему мнению, я не привязываю. Ну, да, не привязываю. Так, первая сторона у нас летник, и обратная сторона готовые фигуры с номерами деталей с летников, и также буквенное обозначение, это номера красок. Далее, следующая инструкция. Тут у нас... вот такое уже обозначение. Это у нас для вооружения. Также летники. Ну, тут сами непосредственно уже вооружение, то есть детали, номера с буквенное и цифренное обозначение, это у нас летник плюс номер детали, просто буквенное и красное обозначение, это номер краски. Ну, и теперь сама мы же дали автомобилю. Ну, как всегда, у нас очень удобная, хорошая инструкция в виде журнала, формата А4. Давайте также покажу вам номера красок. Это будет полезно, кто у нас захочет приобрести сразу и модель, и краски. Ну, тут у нас технические характеристики на двух языках. Первое, что мы видим, у нас летники, и начало сборки автомобиля. Вообще инструкция сиене мне нравится очень-очень, потому что они реально очень подробные. каждый шаг, каждый, прям, подробно, какая деталь, куда всё крепится, всё видно, всё понятно. И это очень радует. Каждый шаг. Подписан какая деталь, какой номер краски, то есть сразу собираете, сразу окрашиваете, и всё у нас хорошо, да ладно. Далее, следующий. На данной уже модель существует куча-куча дополнений. Это и фототравление, и маски. Поэтому это ещё может улучшить визуальный эффект данного набора. Окончательный вид, и варианты, получается, у нас окраса и декалей. Ну и теперь давайте с лимоняков. Начнём-ка с маленьких. Первый пакет у нас получается. Пакет вооружения миниатюра. Сразу обращу внимание на флаг. Флаг у нас, да, пластик. Такой в виде его, как бы, ветром колыхает. Ну, давайте про выражение. Вообще, мне в компании 7 очень нравится. Последние, все-все-все последние модели. Они очень хорошие. Отлиты хорошо. Никаких стыков пресс-форм, никаких дефектов. Никакого было. Вот конкретно на данном литнике я вам показываю. То есть, это литник с большим количеством мелких деталей. Каждая деталь пролита хорошо. Нигде никакого дефекта нет. То есть, всё хорошо, всё отлично. Это очень радо. Далее, следующий литник. Так, далее, что тут у нас? Так, головы, получается, у нас отдельно. Головные уборы у миниатюр отдельно. И так, что хотелось сказать ещё про... Получается, у нас здесь один солдат стоячий, водитель такси сидячий. Один в полу-лежачем положении. И один солдат в сидячем положении. Хотел бы на это ещё немного обратить. Ну, потому что вдруг кому-то это понадобится для какой-то диорамы, для каких-то задумок, чтобы вы знали. Так. Ну, всё пролито, всё чётко. Все пуговки, всё-всё-всё. Так, стыка-пресс-форм на данном наборе нет. Лица пролиты чётко. Всё, глаза, нос, усы, губы. Всё это видно, всё хорошо. Если бы хорошо тут приложить в руку, то получится вообще шикарно окрашенная модель. Потому что по пластику каких-либо дефектов нет. Так. Обращу внимание, что кисти, они при... Отлиты вместе непосредственно с рукой. Ну, просто меня просили в обзорах некоторых, на это обращать внимание. Поэтому я обращаю. Так. Ещё скажу, что на данном, получается, у нас литнике тут только части, непосредственно фигур. Вооружения здесь нет. Я так понимаю, что вооружение – это только тот литник, который у нас есть в второй наборе. Литник с вооружением. Ну, тут что больше ещё сказать. Всё хорошо, всё замечательно. Надеюсь, в ближайшее время появятся сборки. Может быть, даже я смогу собрать и показать вам. Но, скорее всего, кто-то другой уже это соберёт, и вы увидите, что миниатюра, как всегда, отличная. Ну, а все, у меня вообще претензий компании нет. У них миниатюра, модели отличные. Да, следующая литника – это у нас сама модель автомобиля. Как я сказал, вы сможете посмотреть обзор данной модели. Он есть на канале, но я всё равно вам покажу ещё. Здесь у нас, получается, два литника. Один большой, два маленьких. Так. Ну, что тут сказать. На данном литнике присутствуют у нас детали двигателя, подвески. Тут всё пролито хорошо. Толкатели на внутренних частях элементов практически незаметны. Поэтому они вам проблем не доставят. Дальше решётка радиатора у нас. Тут рифлёное рифление выполнено хорошо. Каких-либо дефектов на модели не вижу. Толкатели, ну, я уже сказал, на внутренних. Все мелкие детали отлиты чистенько и хорошо. Дальше. Что тут ещё сказать? Ну, всё хорошо. Чего деталей ничего нет. Всё сделано замечательно. Дальше. Следующий литник – это у нас. Так. Получается сама, скажем так, кабина пассажирская. Тут также всё хорошо. Пролито. То есть тут круглая деталь. Она реально круглая. Никаких исключений, ничего нет. Всё отлично сделано. Никаких там не надо делать, придумывать, выдумывать. Замен на проволоке, как многие это любят делать. Нет. Всё. Деталь хорошо пролита. Всё сделано замечательно. Ещё обращу внимание на пластик у компании «Сим». Он мне очень нравится. Он такой нехрупкий. И это очень радует. Потому что у многих производителей пластик очень хрупкий. Это затрудняет сборку модели. Ну да, тут всё. Никаких недоливов. Ничего. То есть пролито замечательно. А плова нет. Дальше литник. Это у нас получается колёса. Диски. Колёсные диски. Ну тут у нас также пролито всё чётенько. Даже не пиля есть для накачивания колёс. То есть спицы выполнены тонко. Не толстые. Поэтому они более правдоподобные. То есть хорошо сделано. Детали мелкие есть. Также пролито замечательно. Дальше у нас резина. Выполнена из резины. Как это смешно не звучало. Но диски у нас резиновые. Так. Стыка пресс-форм нет. Ни на одном из колёс. То есть проблем вообще не будет никаких. То есть взяли. Но я думаю всё равно захотите покрасить. Более чем уверенно. Ну и теперь прозрачный класть. Это вообще тема мне нравится. Валерий Емин. Потому что делают так делают. На совесть. Очень нравится. Он очень хороший. Отливается шикарно. И поэтому. При просмотре. Через это остекление. Будет видно всё. Без каких-либо искажений. Поэтому при сборке модели. Уделите внимание внутренним частям элементов. Потому что всё-всё что будет внутри. Всё это будет прекрасно видно. Ну на этом я хотел бы завершить обзор. Если вы любитель не только автомобилей. Но и миниатюры. Эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Потому что это в комплексе получится очень хорошая модель. С миниатюркой. То есть машина. Так. В наборе у нас получается автомобиль. Четыре миниатюры. Водитель. Три солдата. Немного истории я вам рассказал. В самом начале. То есть чем это известно. Данный автомобиль. Поэтому. Ну. Компания всем очень понравилась. Конечно как выполнила данную модель. Вот. Так что смело покупайте. Проблема она вам не доставит. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok